ну что ребят всем привет задержка 3 минут скоро увидите в общем-то запись вот я уже онлайн ждем начала игр solar против смута первая игра будет соответственно и скоро скоро все начнется а 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 Так. Так. Так, ребят. Короче, ждем. Что случилось-то такое, чуть не понял. Так. 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 ждем начала ребят клауди погодите клау нет клауди это не то что мне нужно нужно другое немножечко что-то я не могу на канал зайти вот не понимаю единственное в чем прикол на кто шарит чисто ну не войти на канал и все почему придриться не знаю причем прикол ребят не могу зайти на канал в тупую как бы и вот такая хрень в итоге получается 4 и и и и и Продолжение следует. 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 Отсюда Все лишнее, так сказать Тивай против Депарчу Снуд против Солора Фавориты, соответственно Тивай и Солор Здесь Вставочки есть, принимаются Так что можете ставить их Ну, я думаю, здесь Тивай изи Как бы будет Поэтому запиливаю на Тивай Здесь может, конечно, Снуд чудеса какие-то показать Но посмотрим Это матчи лозеров второго раунда 2-5 за ВЗ, ТВЗ Завтра у нас стацию термал матч Сетки венеров, соответственно Ну, что ждем, будем смотреть Кстати Кстати, кстати Хотел сетку найти вчерашнего ГУ-поиска Если у кого есть, сможете скинуть ее Вот так вот ПОИГРАУ ПОИГРАУ Тема ПОИГРАУ 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 Так, ну вижу я Блай убил арта, проиграл Гидри, к сожалению, не знаю С кем счетом 0-2 Стрэндж убил Демагу, но проиграл Спейсмарину, кстати Стрэндж по идее, если бы Спейсмарину Убил, то и Апокалипсо, возможно Убил, должен он был дальше, конечно, проходить 2-1-2 Проиграл Ну тут ничего не поделаешь Апокалипсо Апокалипсо Так, я чуть не понял А что произошло-то На Америку, походу, идем Чего, гоните что ли Или что такое А, понял Раскладка не та стояла Спасибо тебе, а вас Я уже нашел Вижу, что там наши не очень далеко К сожалению, прошли Здесь на канал могу зайти Все отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну все Солар против Снута Все-таки будет в начале битвы Я так понял Ждем начала Привет Кос86 Ребят, извиняюсь, вчера не смог постримить Признаюсь честно Пацаны меня набрали просто На бережку там Сосиски жарили Погода вчера В роста высшая Плюс 25 было днем Солны Ну вообще Тучи Нифига Вот я туда и вышел Собственно И решил, что ладно Денек Старкрафт потерпит Без меня Я думаю Все нормально И будет В любом случае Сегодня тоже стрима много не будет Сегодня Кунг-фу-кап Нужно мне будет выйти Там тоже Кунг-фу-кап Ну что Ждем старта Я так полагаю Он скоро будет Ну что Пошел инвайт Ну наконец-то Мы посмотрим Старкрафтика Сильного Солар против Снута Сегодня Что у нас Еще есть Вообще На повестке Дня Ребятки А Дую-кап Сегодня Еще идет Понял вас Ребята Понял вас Ребята Дую-кап Еще Сегодня Идет Сейчас посмотрим Что там Дую-кап А что там Дую-кап Так Какое Сейчас Вот Одиннадцатая Да Сегодня А вот Все Вижу Дую-кап Вижу Одиннадцатый Продолжение следует... 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 Так, понял тебя, Вердос. Спасибо тебе за информацию. В ближайшее время будет шоу-матч Вердос против Блая. Не знаю, кто там что отказывался, было предложение Хэппичу на 30 тысяч рублей примерно призового шоу-матч-реванш. Но Хэппи, не знаю, отказался. Почему, не знаю, может быть, он после ВСС вообще тренироваться хочет забить, я без понятия. Снут прибегает Сувору, посмотрите, на хате проблемы здесь 400 хп остается. Да добей ты же ее, ебать, дроны от них спустились, что ты делаешь? Реально вот так вот кусая чик-чик, ну вот на муве вокруг кликая хатки, можно было бы нормально, по-моему, ее добивать сейчас Снуту. В итоге королева выходит, в итоге даже сплетку даже Солар отменяет, понимая, что Снут здесь прогорел абсолютно полностью. А Снут прогорел здесь абсолютно полностью. Так что я даже себе полку дал больно, блин, маленько. Ну что ж ты делаешь-то, Снут? Ну хотя он лингов мог потерять, но там 8 лингов, 300 хп. Чик-чик-чик, кликай по... Ну или там даже отводи вот этих лингов от рабочих остальных, смещай по окружности просто хаты и кусай ее. Я думаю, кто Старкрафт смотрит, понимает, о чем я говорю. Ну вот, просто покатить немножко лингами хатку. Так, здесь пришли линги, короля им отогнал, но тем не менее по экономике Снут реально вровень с Соларом сейчас идет. Единственное, что у Солара газ добывается. Вот. По поводу шоу-мачек. Еще вердот с Блайм будет, но это будет после ВЦС в 20-х числах. Я думаю, что можно... Я не знаю, когда там вернутся все после ВЦС, там уже с Блайм нужно говорить, потому что я 20... Погодите, какого? Я 19-го уеду вечером. То есть лучше уже, наверное, ТА-24-го, либо 25-го пилить в шоу-маче. Вот. Так, рептуморчик еще один пошел. Лейер делается. У Солара уже почти готов уснуть. Я имею в виду, делается по лимиту Снут немножечко в плюсе, у него рабов одинаково, но бою... А, ну хотя тут вообще разница минимальная абсолютно. У Солара плюс один и Роуч Ворон, кстати говоря, муф Роучинг. Где здесь-то плюс один? 200 газа, заказывай ты плюс один Снут. Что-то вот... Блин, бесит меня вот такая тема реально. Ну где плюс один-то? Муфта потом закажется. Плюс один-то дольше делается. Так, ребят, честно говоря, не знаю, но... Я на другой матч там свои условные единицы все запилил. Вот. Я думаю, что у Снута есть шансы против Солара. Но все-таки Солар здесь фаворит. Хотя за ВЗ у Снута всегда неплохим было. И тут он удивил, и Зеста выиграл, конечно, но... Посмотрим, посмотрим. Просто, ну, коэффициент там совсем не в пользу Снута. Не думаю, что все настолько прям у Снута плохо. У Снута делается плюс один муфлингов, 20 лингов. И спайр заказан. А видел ли Солар этот спайр? Нет, Солар спайр не видел. Это обманочка от Снута. То есть сейчас Солару просто на муфе и плюс один. А клик сюда, как бы, он Снута в мясо убивает. Но если Солар будет сидеть, что-то ждать, то не убьет. Но Солар не будет сидеть, ничего ждать. Он пошел вперед. Это ГГ Снута абсолютно точная. Линги оббегают сейчас. И куда они побежали-то? Контратаковать они побежали. Здесь роучи идут вперед. Нет, ребята, здесь... Пишите, пропало. Пишите, пропало. Роучи с плюс один лингов вообще не щадеть. Будут сейчас за залп. Плёточка погибает. Линги пытаются окружить. Но это без шансов вообще. Так что, ребятки, 0-1 Снут начинает с этим муталисков в десятку. Ой-ой-ой, как? Ну, чуть получше тайминг спайр. Лэйр поздний, все позднее. Вот тебе и расклад в итоге. Снут контратакует. Ну, здесь роучи есть. Они изи отобьют это все дело просто. А Снут упадет. Хотя 10 муталисков и заказано. Но тут критический дэмэдж будет сейчас нанесен. Можно лэйр попустить. Можно спайр. Можно же рабочих наубивать там сколько угодно. Много. Да и мутка выйдет. Как только мутка выйдет, роучи руки вверх не поднимут. Они не скажут. Сдаюсь, сдаюсь. Они будут продолжать убивать. И пока там муталиски справятся с ними, пройдет еще время. И это будет очень печально для Снута. Вот еще масс роучи прибежала. Хатка падает на второй. На третий. Нет, на третий. Да и на третий упасть она может. Смотрите, роучи. Ё-моё, здесь тридцаточка роучи. Нет, печаль, беда. ГГ пишет. Снут, Солар. Очень легко все делает. Но тем лек виде стрима не будет. Потому что там плеер твича был поставлен для финала GoForEscan. Но вчера не смог я финал постримить. Поэтому там пока админы поменяют на обратно плеер GoodGameCrop. Он появится, он сразу автоматически выведется. Но пока не поменяли. Так что, ребята, такие дела. Идем в следующую игру. Ждем вторую игру. Ждем вторую игру. Здорово, Зинган, тебе еще раз. Идем в следующую игру. Спасибо. Ну что, ребят Бо 5, 1-0 Solar, погнали Следующая игра у нас Solar Snoop, будем надеяться Что Snoop оказывает какое-то сопротивление Мало-мальское Адекватное Что-то пока как-то без шансов Все выглядит, если честно Карта ульдена следующая Я вижу, там еще кончается первая игра у меня на стриме Пул первый у Snoop опять же Какие-то странные билды Snoop используют Какие-то пул без газа Давно я такого не видел Обычно в лотве предпочитают Газовый кейт опенинг из эрги Больше чем Чем вот такую тему Здесь у нас 17-я хата Газпул здесь Ну тут, то есть Суть этого билда в том Что раньше королева Но Позже чуть-чуть хата И чуть-чуть попозже газ Но совсем чуть-чуть На самом деле И сейчас овер залетит Тут видит Solar Представляет, что королева здесь Газ не видит Кстати говоря Газ не видит Solar Не овер улетает Здесь у нас 4 линга Готовы Бегут вперед Переводят Solar на второй Побольше рабочих У Snoop Смотрите, что за здание Интересное строится Сейчас это Роуч Ворон Без лингов он вообще играет 4 линга сейчас забегает Я что-то не понимаю А что Snoop так обнаглел-то? Там уже 8 лингов У Солара делается Блин, как он вообще чувствует Вот этот Соларек-то Посмотрите Здесь уже лингов С десятку будет сейчас Во-первых Во-вторых Да больше даже Трех у Роуч Ворона Ну хотя тут 7 секунд Осталось до готовности Роуч Ворона Мува еще пока нет Главное, чтобы Роучи Да Мува вообще Лингом успели доделаться Королева вторая Спускается вниз 6 Роучи Снут сейчас закат Линги бегут наверх На хайгрант Нужно дронами прикрывать Королеву обязательно Дроны прикрывают Но дроны сейчас будут падать Понемножку Лингов реально много Забегают Где Роучи-то все вообще? Не вижу Роучи Не вижу Роучи Роучи выходят Их 11 штук Солар сам Роуч Ворон запиливает Королева пытается Снуту забрать Солар Королеву забирает Но Роучи отбивают В итоге все И идут вперед 11 штук Плюс 8 лингов от Снута Хорошая оборона Лимита больше Там плетка Там Роуч Ворон Но на этой карте Помните вы что Идти Просто моментально Приходят К оппоненту Юниты Были пуснуты еще Линги с мувом Так вообще Замечательно конечно было Но И без мува Они будут составлять Силу Определенную Так Королева падает Раз Скорку нужно Плетку Почему королеву Плетку надо Минусовать Плетку Минусой Через атаку Вот как Меня иногда Снут просто Подпишет Она тут Такой дэмэдж Выдает Нереальный Просто Он бьется С юнитами Да Плетку Сразу Пришел Еще Чтоб не достроилось Даже Королеву Ну все равно Убил Короче Бесит Не бесит Снут все равно Развалил Красавчик 1-1 Но Плетку Надо фокусить Она гораздо больше Дэмэджа нанесла Чем королеву Нанесли С их Атакой Слабенькой По земле Там Три Там Да Их Три Там Ударов Шейх Плетка Дала Там Это Пару Сотен Дэмэджа Наверное Пару Роучи Почти Что Забрала Она Но Хватило С запасом С запасом Там Все было Ну что Ждем Третью Игру Молодец Так Пошел Анвайт А Чит Игру Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, пока в стримах такой небольшой перерыв, в плотности стримов я имею ввиду, но это ненадолго, поверьте мне, буквально скоро начнется ВЦС через пару-тройку дней. Будет просто миллиард Старкрафта, будет все очень много везде. Спасибо всем большое, в окажности большое, спасибо за поддержку и всем-всем-всем. Буду уезжать, я там 19-го числа в Москву, ну из Москвы даже по плану будет стрим один. Так что будет нормально корейского турнира. Доктор Кэт, возьмет ли Депарчо две карты? Хороший вопрос. Мне почему-то кажется, что не должен брать две карты, но... Зест, казалось, тоже его разгромит, а он взял 1-3, слил ему вообще на этом турнире онлайн, как бы Зест слил Зергом, Снуту и Депарчо. Ну, он зато выиграл ГСЛ, как бы, да, полностью. То есть, поважнее турнир, в чем там дело, непонятно. Ну, думаю, Тивай должен побеждать Депарчо, хотя Депарчо может разбушеваться, в принципе, не знаю я. По счету очень сложно что-то говорить. Ну, вообще, с процами у Депарчо всегда было последнее время неплохо, а у Стиранами как непонятно. Ну что, переводят Солор на Золотишко рабочих, Снут тоже это делает, все вот так, сдает минералы. Одновременно практически добыча начинается, 7 у Депарчо переведено, у Снута больше, десятка по добыче Снут в плюсе из-за этого, оказывается. Привет всем, ребят! Бегать не олингами идет здесь. По муву, по тайминг, о, тайминг мува, 3 секунды разница в пользу Солора, приблизительно 2-3 секунды. Третья хат там и там пошла, оба делают мув. Ну, на этой карте обычно, чаще всего я видел от зергов билды самые эффективные, либо какая-то агрессия, вот как от Солора сейчас, либо же выход в роуч и реводжера, тоже какие-то пуши там длительные очень. Снут подгрызает Солору третью, Солор третью Снуту не трогает, королева вижу на третью уже пошла, лингов подстраивается, там он там реально много, по рабочему Снуту на парочку больше. Так, здесь лингов Солор принял на халяву, две штуки Снут вообще не законтролил, видит Снут, что бейлинги к нему идут. Нужно расконтроливать, да королева и бейлингов контролирует, что же ты делаешь-то, Снутик? Так, бейлингов законтролил, Снутик, бейлинги свои подходят, Солора отгоняет, сейчас еще можно и овера погонять будет, по лимиту в плюсе в итоге Снут оказывается, очень много лингов подстраивают, еще побаиваясь, что Солор может там что-то за контратаковать. Здесь бейны идут, Снут видит, ну что за контроль такой ужасный, а? Просто поражает меня тут, ну корейцев такого нет, ну вот куда вот, зачем сюда прибегать 10 лингов, зачем они сюда прибегают? Прибежал, просто просрал лингов всех в хлам. Нужно это было делать? Конечно нет, не нужно было Снуту это делать. Так, бейны идут вперед, бейны не прикрываются, линги что-то стоят, что ты делаешь-то, Снут, я не понимаю. Как реально, я не знаю, блин, просто. Все, ладно, молчу. Критикую Снута и все дальше вроде как неплохо получается, за исключением того, что у Солора дофига роучи заказаны, они вот уже начали выходить, а роучи бьются очень хорошо, здесь линги пробить не могут в итоге. Вейлинги сюда заходят, сплит дронов, пошел от Солора, королева падает, роуч падает, Снут подгрызает, 5 дронов уничтожено, в итоге сам в плюсе по лимиту, сам строит роучи лингов, у самого третья хата вовсю добывается, но здесь тоже 4 дрона у Солора, собственно говоря, осталось, но на 10 дронов Снута больше, а боевой лимит абсолютно одинаковый. Вебку в Москву, кстати, да, наверное, спрошу у Илюхи, там есть на месте или нет, если нет, то так вебку-то вообще она как бы много мест не занимает. Правда, стандартная бинокль камера, надо брать, это уже много веса на самом деле. Снут убейте Беллинг. Реально, никогда не замечал, что у Снута с контролем такие проблемы есть, либо Снут меньше тренится стал, что ли, ну вот реально как-то, ну, зажато контролит. Раньше мне казалось, что у Снута всегда контролит такой вот именно, это непроблемный момент какой-то, ну вот. Ходьте в других частях, а здесь как-то в лодке что-то бывает, это секьюс, ну. Так, линги накидываются в дронов, линги грызут лингов здесь. Пришел Снут, отдал зачем-то лингов, некоторое количество, зачем он это сделал, не знаю, два Беллинга зато, ой, два Адрона зато убил. Ну что такое два Дрона? Два Дрона это фигня, сам 8 еще Снут делает. Солар собирается прессовать ручер-эвозерами, без лейровые вообще тут тайминги. На 20 рабочих у Снута больше, но у него и общий лимит примерно на 20-ку больше, то есть по-боевому Снут не сильно отстает от Солара. Сейчас десятка примерно, но отставание есть, все равно определенное отставание есть. Линги забегают, демоджерная королева, минус королева, Солар реагирует, но Снут хорошо тянет время здесь, очень хорошо Снут действует пока. Так, реводжеров Снут добавляет, лейер готов, вот не понимаю момента, вот ты сделал лейер, ты не заказываешь муфт, сделай ты эволюшн лучше, 100-100, е-мое, закажи, закажи плюс один. Вот муфроучим пошел, муфроучим, конечно, будет, но в тысячу раз, ну не в тысячу, ладно, эффективнее было бы намного, чем муфроучим, конечно же, плюс один, даже без муф, потому что вот эти тысячи лингов, орды просто, соларовские, а здесь их уже сколько вообще? 69, 75 лингов, ребят, они все бы стали менее эффективные просто, они бы не с трех, а с двух ударов убивались, но тем не менее, Снута больше по лимиту, и по боевому, и по общему, и королевы с трансьюзами, и всего-всего здесь много, так, роучи в реводжеров заходят, Снутовские, линги сгрызают королеву на рампе, но дальше они не способны тут особо что-то сделать, хотя Солар тут фаербулами-то закидывает, Снута, Снут как-то криво принял бой, кстати, линги сгрызутся очень сильно, лимита уже Солара больше становится, что ты делаешь, Снут? Я не понимаю, как так-то вообще? 10 роучи сейчас до заказа, подгрызаются здесь все, по лимиту Снут еще все в плюсе, на муле роучи сливаются, блять, что ты делаешь-то? Гопянчик Снуту. Таких слитых игр я давно, ребят, не видел просто. Реально давно не видел. Меня это печалит. Поддану выигранную игру, Снут. Бывает, сливают. Бегешечка. Ну в чем там вопрос? Снут начал гоняться за реведжерами, ему нужно было кайтить лингов, то есть Снут попал в идеальную для Солара тему. Линги окружили его группировку и фаербуллы наносили максимальный дэмэдж, а фаербуллы, когда они все попадают, они просто разрывают. Они реально имбовые по 60 дэмэджи. Но попасть ими тяжело, поэтому они не имбовые. А здесь они все попадали, то есть Снуту нужно было смещаться постоянно либо ко второй, либо двумя группами, часть к третьей, часть ко второй, либо хотя бы в одном направлении отступать назад, а не просто на месте драться. В итоге Снута просто разгромил Солар в основном в битве, а так как Линги сверхбыстрый юнит, то прирост они там моментально выгрызали весь, и в этом вся печаль была. Вот. Но опять же, чтобы такого не случилось, Снуту вместо лейера бесполезное, абсолютно бесполезное вложение. Только ну у Версира мог бы Снут сделать. Нахрена ему там у Версира-то вообще был. Не нужен. Все, что мог... Все, что мог сделать Снут, это Evolution за 75 минералов и плюс один там. Все. Разгромил бы, развалил бы вообще в хлам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, четвертая игра. Выигранную сну только что отдал игру. Ну что, четвертая игра. Поехали! Да нет, тут 3-2-2 ни при чем. Тут гораздо проще у Вайпера Беллингов говорить. Да, могли бы там быть и Беллинги с какой-то стороны, несколько штучек хотя бы. Но гораздо проще и вообще не надо было бы ничего там особого делать. Плюс один нужен был, все, смуту. Было бы плюс один, и Линги все бы были бы уничтожены. Не, ну бинокль-то я возьму, пригодится там тоже, может что, гляну где чего. А может я не буду брать. Тяжелую он. Посмотрим, что там по вещам будет. Наверное, возьму все-таки, скорее всего. Так, мне тут звонили. Ну ладно, попозже перезвоню. Да муф-ручим там еще, по-моему, в замесе не доделся. Вопрос в том, что муф-то там особо и не помогал, как бы, с нуту. Так, лейер пошел у Солара. Лейер на второй, причем какой-то скрытный такой лейер. Через один газ. Уж не, уж не Нидус ли это какой-то. Вообще сверх ранний просто лейер. Сверх-сверх ранний, я бы сказал. Ну, через такой лейер можно и Нидус попытаться сделать. Я вижу, второй газ пошел у Солара на второй базе. Снут пока ничего не видит. Новые инъекции идут. Да, да, да. Это именно Нидус. Ну что, у Снута тоже лейер пошел. Но если он не будет готов вот к врыву Соларовскому, то тогда, тогда просто-напросто. Так, королева сбивает Овера. Тайминг таков, что так, отгоняют они просто Овера. Решил обратно в Нидус чуть-чуть садиться идти. Я не понял, Солар. Мне кажется, мог успеть убить и обратно вернуться. Да, Тулжоид, привет. Пять роучей здесь заканчивают. Ну-то есть Роуч Ворон, но у Снута Роуч Ворон даже Нидус только у него уже проявится. У Снута только строятся. Роучи будут. Это значит только одно, что это ГГ Снуту. А он и Нидус-то не видит. Ё-моё, он только сейчас заметил Нидус Соларовский Снут. Всё, пишем ГГ, выходим, называется это. Линги не способны его взорвать. Поздно ты, Веллингов, дружочек морфишь. Поздно. 3-1 в пользу Солара. Надо брать по игре, где побеждаешь ты. Тогда всё будет нормально. Погнали. Вторую игру. Ну что. Так, на Азию идём мы. Ну что, я на Азии, но здесь. Я на Азии. Ну как, всё. Чего он со знаком вопроса Я туда попасть не могу Короче, ребят Сейчас я позвоню быстренько И будем смотреть продолжение Продолжение следует Так, все, возвращаюсь к вам Продолжение следует... 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 У Депарчу Щелдон, а здесь Валериан Минкск на картинке. Ну что, поехали, Бо-5, но не суть вопроса, это вообще не важно. Начинается битва у нас. Все лишнее закрываю. Продолжение следует... Ну что, через рипера. Через рипера, судя по всему, играет ТВ-щик. Тайминг барака как раз под риперочкой. Рабочие строятся, все в порядке, все стандартно абсолютно. Здесь у нас вторая хатка у Депарча пошла. Семнадцатая хатка, пул газ потом, то есть газ не до пула, но мук будет все равно заказан в ближайшем будущем. И рипер строится, сейчас уже вперед полетит. Очень-очень скоро. Две королевы, линги сейчас будут заказаны. Так, королева пошла, дрончик еще один у Депарча, лингов вообще не будет строить, что ли? Личинки есть. Еще одна королева. Еще один дрончик. Сейчас будет газа сотка уже. Пошел мук сразу же и два линга заказан. Ну, с лингами не спешил он. Я еще не понимаю, как двумя лингами собирается рипера отгонять сейчас Депарчу, если честно. Для меня загадка просто эта. У нас королева тут вышла уже первая. А линга одного минусует, сразу ТВ, но рабочих не смогут. Особо наминусовать. Нужно бы еще лингов штучки 4 заказать, Пятью лингами уже точно рипера отгонять, например, там, я не знаю, Скольки-нибудь. Скольки-ми-нибудь. Ой. Ой. Так, третья хата пошла. Ну и оверсмун залетают сейчас. Так, а это, погодите-ка, что это вообще? Вместительные топливные баки. Вместительные топливные баки. Это под что вообще грейп-то? Под баншу или... Нет, это фейковый грейп. Грейп на медиваке, я так понимаю. И в итоге передумал его, тивай вообще делать. Это грейп. Третья цельщика прямо снизу пошла. Два гелиончика строятся. Банша уже есть. И 4 гелиона вот здесь уже едут. Парасича 6 будет. Плюс армори пошло. То есть это будут хеллбаты, я так понимаю. И гелионы все еще строятся. Их будет хеллбатов 10, наверное, получается. Будут ли медиваки здесь? А, либератора 2. Ой, какой прессинг будет. Банша плюс хеллбаты. Плюс потом... Плюс потом будет врыв, соответственно, либераторов на разные базы. Армори, это, конечно, тоже очень интересно, но... Грейт бы еще на ренч либератором бы здесь пилили бы, конечно. Барак все эти местами меняется. Грейт еще на ренч был, что ли? Гайте, для ренча нужен фьюжн хор, а не армори. Для ренча. Лаба освободилась под какое-то другое здание, видимо. Это будет, я не знаю, Стархорд или шита будет у нас вообще. Еще либераторы строятся. Марик поют оверов ищет. Гелионов 10 штук, я так понимаю, 9. Здесь еще один скоро подъедет. Либераторы в разное направление летят. Причем тут и Банша вперед летит тоже. Так, Марик рядом с Ченжлингом встречается. Ченжлинга застрелил. Заезжая, Гелены. Трансформируются в холбатов. Либераторы облетают с разных сторон. Очень серьезный мультитаск решил Тивай нам тут продемонстрировать. Получится ли это сделать или нет, я не знаю. Но пока холбаты отвлекают, королев прессуют. Либераторы уже врываются на мейн, на вторую. Спорка перекапывается. Нужно либератору, опять, перекапывать. На третий байк Депарчу не успевает. Холбаты просто строим, идут вперед вот этой толпой, просто фронтом. Королевы все уничтожены, все везде уничтожено. Спорка убила либератора. Вот нет контроля у Тивая, где был. Но холбаты разбирают все абсолютно здесь. Даже Марик уже порезвится сюда пришел. Думаю, Марику покурать не нужно. Сейчас Линк из клубатки переедут в другое направление. Еще четыре гелика заезжает. Это ГГ. Это Тивай. Потери что у нас? Ну, потери были у него тоже. Но это великолепное исполнение. Это... Кто-то жареного там сегодня просил. Выжигалите. Вот тебе, пожалуйста, выжигалите. Самое настоящее. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну что, вторая игра начинается. Поехали. Все, игра пошла. 1.0 Тивай идет на 6. Карта у нас следующая. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Через Marika. Через Reaper Marika. Сейчас реактор будет заказан. Reaper прилетает. Здесь 4 линга выходят. Reaper начинает по ним стрелять, соответственно, по этим лингам. Раскидывает гранатки всякие тивачки, тут начинает. Так, лэйр на мэйне попёр. Очень ранний лэйр. Ну, лэйр это, как вы понимаете, такой либо спайр, либо нидус. Сейчас посмотрим, что в данном случае это будет. Ну что, рипер прилетает на отдачу. Четыре газа уже, спайр, судя по всему, сейчас будет заказан у Депарчо. Да, пошёл спайр, странно, вместе между двумя базами прямо он пошёл сейчас. Ну, в каком заказал, в таком и заказал. Геленщики тут выезжают. Третью цешку прямо в наглую тивай ставят. Кстати, вообще наглость. Вот это наглость. Строится Либератор. Ну и, кстати, муталецкий контрят вообще абсолютно этот билд. Тут нужно инженерки, что редок больше. В перспективе нужно Старпортом срочно перелетать на реактор. Будет вот сюда вот. И строить Либераторов уже по две штуки. Если Либератор вправе на массе тива успеет к мутке, то так всё нормально будет. Вот, кстати, два Либератора заказаны. Депошечки строятся, всё новое-новое. Муты летят новенькие. Ещё одна депошечка пошла. Либератор абсолютно точно примет этого оверсира. Здесь ещё овер висит. Две штуки, два овера даже висит здесь. Пытается куда-то... Куда ты пытаешься? Влететь по нему, лететь туда. Всё, минус оверсир. Здесь у нас висит овер ещё один, кстати. Которого не видит просто сейчас тивай. Посмотрите. Рядом тут очень много юнитов находится. Он просто его не видит. Либератор на второй базе висит. Ну, сейчас три Либератора уже будет. Я не понимаю, почему инженерку тивай не ставят. Была бы у него одна хотя бы инженерка, уже бы можно было на самом деле. Так, Либератора и Валюта прямо мимо овера летят. Муталисков 7 штук заказано. Армори строятся сейчас. Ещё два Либератора. Хотя Либераторов 5 штук будет, но это не отменяет тот факт, что могут просто Муталиски развести. И можно не предсказать туда, куда они полетят. Они прилетят, на халяву начнут выбивать. Для этого, собственно, туретки и строятся для перестраховки. Но, с другой стороны, благодаря тому, что в туретки не вкладывался сейчас, тивай. У него по лимиту вообще в плюс очень серьёзный. Так, Либераторы встречают муту. Втроём. Пару залпов муталиски улетают. Где-то колокольчик. Так, где ещё два Либератора? Халбаты вперёд идут. Три Либератора летят отбивать. Ещё один к ним приезжает. Четыре, а, четыре уже. Это пятый Либератор сюда летит. Муталиски пытаются Либераторов выбивать. Муталиски, точнее, пытаются Тиваевских Либераторов выбивать. Депарчо. Но Либераторы, как они разваливают. Как халбаты разваливают. Это билды у Тиваев, а? А билд-то что надо. 2-0, ребятки. 100 на 70 по лимиту. Просто избиение. Просто унижение. Просто развал, разгром. Как разваливают здесь, конечно. Тиваев. Два Либератора есть, полетают. Они мутки. Марик пришёл. Марик трёх застрелил уже за эту игру. Четырёх муталиска добил. ГГ пишет. Что происходит вообще, ребят? Я не понимаю. Вот это жесть. А я и хутевая критикую. Туреток нету. Туретки пошёл, убил. Просто всё на Аклике. Ждём третьей игры. Ну, чё, парчу хоть одну. Тут матч престижа-то возьмёт хоть. Размочит счёт, что называется. Или вообще не получится у него. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Ну что, третья игра начинается. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Карта следующая. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что-то похожее на предыдущие игры, на предыдущие билды идёт. Продолжение следует... Похоже, что опять же это у нас... Так, что-то лингов здесь много. Линги оббегают вокруг. Понял ли что-то здесь Тивай, я не знаю, но... Лингов реально много, они пытаются свалить мимо гелёнчиков. Сейчас Тивай видит это всё дело. Линги оббегают. Где-то здесь будут они принимать бой против геликов. Вот это хорошее забегание от Депарча пошло. И лейр, я так понимаю, не для спа... Хотя, может, и для спаера. Плюс два газа добавляется. Пока, честно говоря, вообще не понимаю. Так, реакция Тивай хорошая. Но линги забегают внутрь сейчас. Против геликов. Геликами Тивай контролят просто великолепно. Сейчас, смотрите, не даёт лингам окружить. Ничего сделать не даёт. Уходят в КСМ-ах просто. Блин, такой контроль хороший, а? Вот называется. Как двумя гелионами отбить двадцатку и более лингов? Просто взял и не отдал гелионов. Вообще не отдал. Зашёл за рабочих. Продемеджил при этом до этого залпами крупными. У лингов. И всё, ничего не сделать. Здесь нужно выбивать камни, видимо. Здесь третья Сэшечка уже ставится, которую Зерк, между прочим, ты и не видел. Испайль пошёл. Да, никакой не... Мидус. Так. Давненько ребят не летали. Тут куда-то полетело. И полетел. Ай, что за сонный пёс пришёл тут? Нос сухой, нос сухой. Так, иди водички попей, чем-нибудь. Жарко. Так. Потери у нас что? Гелионов вообще Тивай не терял. Опять же Армари. Опять же Либератор стоит. Точно такой же абсолютный билд используется сейчас Тивайом. Тивайом. Будет ли он сбивать Оверсира? Должен. Сбивать нужно Чендлинга. Забить бы было бы сейчас. Что-то один, правда, Либератор отстаёт по таймингу здесь немножечко. Оверсир минус. Роуч Ворон. Вижу, что не очень-то здесь успевает. Всё, Муталиски готовы. Либераторов ещё 4 штуки будут. Муталиски летят прямо вперёд. А Либераторы их ждут просто четвером. Привет, говорит Тивай, Мутки. Три просто сдуло сейчас. Гелионы заезжают, трансформируются в хеллбатик. Сразу 8 штук. Это что, 3-0 что ли? Кажется, что здесь очень тяжело будет отбиться, на самом деле, Дефарчер. Прилетают Либераторы, раскладываются. Зачем они раскладываются тут? Единственное, они прямо у Талисков нужно чем-то сбивать. А, Королев нужно сбрить, всё понял. Королев действительно нужно уничтожить. Но Мутка на халяву всё отбивает. Здесь не так всё однозначно. Но они ещё и Либераторы прилетели и всё равно проблевают. Королев зажимает вообще в угол. Посмотрите, просто им некуда деться реально. Они уходят, убегают. По ним стреляют Либераторы. Пиу-пиу по разным направлениям идут. Один Либератор на кистопадает. Личинки будут уничтожены прямо здесь на продакшне. Муталиски ещё выходить не успевают в ступую. Хеллбаты, правда, все вроде как отдались. А, плётка одна там была. Плётка погромила. Но 10 дронов минус 88. 56 по лимиту. Не так вообще раздавило, в общем-то, зерга, как в прошлой игре Тиуай. Но, тем не менее, у зерга всё очень плохо. Так, геллёнщики стоят здесь, ждут около камней лингов. Видит, Сивай лингов. Залп. Как он нажигает, конечно, конкретно этот Тиуай. 40-64 парабам. Третья хата абсолютно раскачана полностью. Мутка налетает. Здесь вот халявные КСМ, конечно, демедженные, подставляются. Ничего не поделать. Либераторы муталисков принимают. Уже никуда, по-моему, мутка-то это и не деться. Нужно попытаться поймать. Ну нет, тут на халяву муталиски. Быстрее летают. Улетают в итоге муталисками у нас депарчо. Либераторов 5 штук. Можно полетать, по-моему, поубивать здесь. Созерга немножко. Криптумор тут интересно. Между камней устанавливался. Тиуай против этого криптумора. И банши пошли. Это воздушный тиран, соответственно. Две банши и либераторы с реактором строятся. Делается атака воздушная. Сейчас либераторы будут избивать воздух. Банши будут унижать землю. Банши без инвиза. Что за банши без инвиза? Не понимаю. Нужно скорость баншам делать. Для этого и делается фьюжн-кор. Все, фьюжн-кор готов. Можно заказывать скорость баншам. Четвертую цешку собирается занимать. Тиуай сейчас. Но баншами надо помочь. Демеджем тогда убить вот эти камни. Холбаты здесь камни проблевают. Я смотрю. Это очень долго. Так что холбаты будут дворюм сжечь. Ну, это цешка еще не достроилась. Второе армори добавлять. Стуречки везде по периметру. Плюс еще два Старкворта. Нужно грейды уже с двух арморей пилить. Баншамит добежит. И вот эти камни помоги пробить. Не, не помогает. Пробить холбаты. Отдаются на ручек сейчас. Все, заметил. Тиуай с баншами. Это подмочь немножечко. Плюс один есть. А два, один. Надо заказывать грейды. Вообще не заказаны. Либератором рейндж пошел. То есть в первую очередь рейндж либератором. А не баншам вообще. А так и викинги там добавляют. Разношорстный микс. Чисто воздушный в основном. Так, банши, холбаты. Все это строится. Грейды два, один. Пошли на воздух сейчас. Так, а что баншам-то мув не делали? Не помню, Тиуай. Там караптеров сколько у нас? Караптеров у нас 9 штук, но 13... Ой, есть 13 либераторов. 14 либераторов на 9 караптеров. Не, ребят, извините. Еще и с викингами они. Вот в чем прикол-то. Нужно пробить камни просто будет сейчас. И пойти убивать, собственно говоря. Мув баншам наконец пошел. Что камни-то Тиуай не пробьет тебя? Так, летел назад. По 5 викингов уже строится. Чендериков поджег. Так, или он и наксил ноги. Караптеров видит прекрасно тиво. А что боится-то? 200, почти что 200 лимит. Три еще либератора. 2-1 грейды. Ну, ждать. Ну, 40 секунд ждать. Здесь уже 20 секунд до армора. До атаки второй 40 секунд. Мертвый Депарчо вместо того, чтобы делать армор на воздух, делает зачем-то на воздух атаку. Не понимаю, для чего это происходит, если честно. Да, ждет Тиуай 2-1. Просто ждет грейды. Вот, вторая. Первый армор готов. Атака вторая доделывается. В течение 15 секунд она будет готова. Ну, Тиуай решил, что пора уже идти вперед. 14, да, 14 либераторов. Викингов уже. Ё-моё, викингов 12 штук. Пошел замес. Либератор просто характеров избивает вместе с викингами. В стэк какие-то там залпы идут просто невероятные. Миллионы отдаются. В колбатах даже Тиуай чуть-то их не трансформирует. Залетает муталиски. Нет, ну это, ребята, вы видите сами, что такое. Это просто падает все, называется. Падает все. Лимит. Потеря двукратная преимущество в пользу Тиуая. Естественно, оверы падают. Сейчас еще мясо все. По земле все падает. Либераторы. Просто посмотрите, что это за вообще происходит. Та-та-та-та-та. Потери 13, 866. 6, 11. Вот это дичь, ребята. Это дичь. Это 3, 0 Тиуай. Это просто уничтожение. Ну что, ребята. Кончился у нас кунг-фу кап на сегодня. Там ду ю-кап идет, но у меня есть дела сегодня. В любом случае, в ближайшие дни уже начнется ВЦС. И там будет масса, масса, масса старк раба. Буду еще долго смотреть. Завтра у нас будет также кунг-фу кап, вафен, кап и т.д. А на сегодня пока я торможу. Запись на ю-тубе вы увидите данного турнира. Так что смотрите. Постараюсь сегодня и пак реплеев выложить. Вот такие вот дела, ребят. До завтра. До связи. До встречи. А может быть сегодня вечером еще смогу я что-то постримить. Посмотрим, как попрет. Всем пока. На данный момент. Субтитры сделал DimaTorzok